Всем привет! Сегодня мы пообщаемся с ректором Высшей школы кино «Арка» Дмитрием Котовым. Высшая школа кино «Арка» — именно та киношкола, которая собрала в своих стенах актёров после великого эксперимента Маслова. И собралось там, по-моему, 800 актёров. Регистрация была тысяча человек, мы очень боялись... Но 200 не дошли из-за съёмок, потому что сразу Маслов их начал снимать в кино. Но, Дим, сегодня, не сегодня, на Кинотавре на днях прошёл форум киношколы. Я хотела спросить, чем Ваша киношкола «Арка» отличается от других для актёров кино? Ну, да, будем говорить только о курсе актёров кино. Во-первых, это курс актёров кино и сериалов. То есть мы, конечно же, не успеваем за такой короткий срок дать базовое образование необходимое театральному актёру. Отличие в основном заключается в том, что мы сочетаем, во-первых, разные школы. Это и Щепкинская, Щукинская, Гитисовские, в общем, подходы немножко разные. И при этом главный акцент у нас направлен на, во-первых, работу с камерой актёра. Очень часто, да, актёры спрашивают, где получится именно это. Да, во всех театральных вузах этому аспекту не уделяют должного внимания или вообще не уделяют. Моя боль. А, конечно же, это очень необходимо, потому что актёрам приходится самим как-то интуитивно догадываться или в процессе просто практических съёмок научаться как-то этому. Это вот первый момент, к которому мы уделяем внимание. И второе, в силу того, что мне довелось за время работы в киноотрасли быть по разные стороны баррикад. Я работал и актёрским агентом, и кастинг-директором, и продюсером, и вторым режиссёром и так далее. Так мы коллеги с тобой, я тоже к тебе ничь кастинг-директор. Вот, поэтому я могу с одной стороны сопоставить разные взгляды на актёрскую профессию, а с другой стороны понимать, в общем-то, какие косяки и ошибки делают актёры для того, чтобы им, в общем, начинать свою карьеру, продвигаться. Отчасти это о том, о чём написано в твоей книжке, отчасти это какой-то вот наш накопленный опыт, мой, там, моих товарищей, коллег. И, в общем-то, мы пытаемся помочь актёрам, ну, хотя бы сориентироваться, что им делать, если они пока ещё, ну, что называется, не в обойме, но очень хотят активно работать, активно сниматься. Расскажешь ли ты нам про полный метр, который вы будете снимать для актёров и москвы в вашей школе? Да, конечно, это не секрет в том плане, что, конечно же, наши актёры делают и учебные этюды, и ставили фрагменты спектаклей различных, но поскольку специфика — это актёр кино и сериалов, то, конечно же, в общем-то, было странно, если бы главным акцентом не были съёмки. Безусловно, они снимаются у нас в дипломных короткометражках, причём в дипломных короткометражках и режиссёрского курса Николая Лебедева, и курса «Фильмейкин», который курирует компанию «Базелевс» Тимура Бетмамбетова. Но мы подумали и решили, что нужно придумать какой-то отдельный фильм, где показать всех наших актёров. Но поскольку первый наш набор — это 15 человек, двое парней, остальные прекрасные девушки, то мы очень долго думали, что же такое, а Зори здесь тихие, или восемь женщин, или что-то ещё. В общем, перебирали разные варианты материала, где могло бы, собственно говоря, получиться вот такой расклад ролей, и решили сами написать. И вот наш же студент курса «Фильмейкинг» Нурали Кадиров придумал очень такую интересную историю про 12 послушниц, почти что 10 негритят. И мы сейчас дописываем, допиливаем сценарий, и уже в скором времени, собственно говоря, будем снимать этот фильм. А актрисы, актёры принимают участие в написании монологов, то есть редактируют ли они как-то? Они принимают участие в читках, и, собственно, тут такой взаимный процесс, потому что ребята со сценарного курса, которые писали, и выигрышные такие показательные монологи для актёров, ну такие бенефисные выходы коротенькие, и, собственно говоря, саму структуру всей истории, они, во-первых, очень хорошо знают наш актёрский курс, они смотрели все их учебные показы, и, кроме того, собственно говоря, сделав первые наброски ролей, образов этих персонажей, первое, что сделали сценаристы, это написали как раз просто такие монологи этих персонажей, чтобы ребята могли почитать их и могли посмотреть, во-первых, на кого, какой персонаж больше и лучше накладываются, и, соответственно, в процессе этого могли адаптировать тексты, адаптировать тексты. Слушай, ну это ещё крутая идея для спектакля тоже, мне кажется. Ну, посмотрим, то есть, в общем, все форматы возможны, то есть... Да, хватило бы времени. Да, сейчас я с нового учебного года буду являться также академическим руководителем магистрской программы кинопроизводственной мультиплатформенной среде в высшей школе экономики. Я обратила на это внимание, у меня потекли слюнки. Она как раз предполагает, что один продукт, он делается в разных форматах. То есть могут быть блоги этих персонажей, личные странички в соцсетях, и это может быть взаимодействие, видеофрагменты, которые могут расширять вселенную этой короткометражки. То есть вот много всего. Сейчас вообще рождаются какие-то совершенно новые форматы для актёров. Вот я хотела тебя спросить, поскольку ты работал и агентом, и продюсером, и кастинг-директором, и видишь профессию с разных сторон, в чём залог успеха современного актёра? Во-первых, быть неленивым. Это самое главное. Да, первое, быть неленивым. Потому что если ты, в общем, считаешь, что всё должно само прийти, оно ничего не придёт. Ну, то есть, может быть, есть такие редкие исключения, когда просто случай, чудо с неба свалилось. Но, как правило, всё-таки упорный труд, он приводит к достижению каких-то результатов. Коцент полезного действия больше. Конечно, конечно. А второе, это, опять-таки, не ждать, что кто-то придёт, добрая фея, устроит тебе карьеру. Ты должен или должна думать о своей карьере сам или сама. То есть, знать какие-то алгоритмы, выстраивать какую-то стратегию, читать какие-то книжки. В том числе, от фильмейкинга, от видеоролика к Оскару Дмитрия Котова. Читали какую-нибудь книгу? Я читала. Вот. Ну, самообразовываться. И, кстати говоря, вот находясь на кинотавре, конечно, по-хорошему актёр должен быть насмотренным. То есть, он должен не сидеть в скорлупке или не тратить время просто на какие-то тусовки и знакомства. Но иногда полезно посмотреть, вот, собственно говоря... Ключевой момент. Не тратить время просто на тусовки и общение. Нужно тратить время на тусовки и общение с умом. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот здесь я абсолютно солидарен. И это можно как третий пункт посчитать. Потому что, если ты изучаешь рынок, в хорошем смысле слова... Но это же часть профессии, знать, как это работает. Это часть профессии, да. То есть, в данном случае, это знакомство с молодыми режиссёрами, с молодыми талантами, с теми работами, которые они делают. Да, потому что, конечно, к маститым, именитым и известным режиссёрам, с которым хочется тусоваться, к ним стоит трёхкилометровая очередь. Вот к вопросу, да. А молодые сидят и ждут в поисках новых талантов, готовых... 24 режиссёра принимают участие в... По-моему, 24 короткометражки. То есть, 24 молодых режиссёра, которым вот-вот, буквально через неделю-две, нужны будут актёры. Вот именно эти люди будут снимать кино? Конечно, потому что они там на том же кинотаваре представили короткометражку, соответственно, получили какую-то обратную реакцию, вдохновились, посмотрели на товарищей, у кого лучше, у кого хуже. И, соответственно, они, как минимум, будут планировать следующую короткометражку, а как максимум, в общем-то, думать над дебютным полнометражным фильмом. И это дебют всегда обращает на себя внимание индустрии. И это возможность засветиться, возможность, ну, проявиться каким-то новым лицам. Даже вот программа кинотавра, кстати говоря, для меня, например, открыла, ну, хотя я тоже вроде бы человек насмотренный, но для меня программа открыла многие новые лица, которые очень любопытные ребята, и я их нигде раньше не видел. И вот прекрасная возможность. Но тоже они наверняка пришли к режиссерам молодым после того, как познакомились с ними во время учебы или на этюдах, или во время съемок короткометражки. Да, и очень приятно, что просто, скажем, толпы режиссеров, кастинг-директоров приходят, актеров уже популярных смотреть эти проекты, чтобы смотреть, кто появляется. И третий вопрос у меня к тебе. Сейчас молодому актеру очень тяжело. Ну, это прям, нужно какие-то невероятные усилия приложить, там, побороть свою лень, во-первых, чтобы тебя заметили продюсеры, кастинг-директоров, а еще, хотя с другой стороны, довольно просто. Просто бери и снимай для себя. Сценам, налоги и так далее, и так далее. Как ты относишься к тому, что актеру больше невозможно просто сделать фотографии или просто закончить театральный вуз, а нужно вот это все сделать, чтобы появиться на экране? Как ты к этому относишься, как продюсер? Я к этому очень хорошо отношусь. Я вообще считаю, что в наше время и актер, да на самом деле и другой специалист должны быть универсальными бойцами. Сейчас вообще элементом конкурентоспособности является, ну, твоя некая универсальность. Если ты актер, то, пожалуйста, ну, хотя бы элементарные вещи умей себя снимать. Умей спродюсировать себя, хотя бы минимум найти партнера себе для того, чтобы почитать с ним сцену и для того, чтобы понимать, как выстраивается кадр и, соответственно, снять какую-то самопробу. Понятно, что это не панацея, понятно, что это первый шаг встречи с режиссером и там какой-то полноценным пробам, кастингам и так далее. Но, в общем, если ты будешь сидеть и ждать, что кто-то тебя представит, да, агентская работа, она продолжается, но даже агентская работа, она сейчас перестраивается. Да, это не работа агента рассказать актеру, как это сделать, это работа актера. А агент, вот, 10-20% он продал, показал, нашел, привел, а дальше сам, дальше сам. Конечно. Ну и потом тому же агенту надо понимать какой-то диапазон актерский. Если актер себя не покажет в разных ипостасях, в разных, то, в общем, его будут судить по первому внешнему плану. Ну, вот какой-то есть такой, в общем, примерно, да. И никому в голову не придет париться, что, о, оказывается, ты еще вот можешь быть немножечко другим, там, и так далее. На это накалывались не только агенты, и я, как кастинг-директор, иной раз совершал такие забавные ошибки профессиональные, да, когда там ты ищешь какую-то актрису для роли, например, белокурой бестии, и тебе не приходит в голову, что, оказывается, вот эта актриса может просто-напросто покраситься для роли. Ну, потому что ты не думаешь, у тебя нет времени за нее париться, что она может быть и такая. Но, с другой стороны, почему бы актрисе, да, не показать, мне иногда задают такие вопросы, ой, а я вот, я блондинка, хотят все время с голубыми глазами, у меня зеленые, я говорю, линзы купите, сделайте себе фотосессию с голубыми линзами, и вопрос решен. Конечно, то есть никто, спасение утопающего, делай руку самого утопающего, и никто, кроме актера, не запарится для того, чтобы показать разные образы. Производство увеличивает темпы свои, бюджеты уменьшаются, производство темпы увеличивает, в общем, все закономерно. И в этом плане есть разные крайности, там кто-то говорит, надо показывать себя естественного, и это правильно, и кто-то говорит, что, в общем, надо показывать себя в гриме, в костюме, в разных вариациях и так далее. И это тоже правильно. Да, но это вопрос жанра. Просто ты показываешь и то, и другое, расширяешь свой диапазон, а дальше уже, собственно говоря, режиссер... На ловца и зверь бежит. На ловца и зверь бежит, да. И режиссер находит те краски, которые ему нужны вот для данного конкретного проекта. Да, спасибо. Дима огромное. Я уверена, что будет полезно и интересно нашим актерам послушать, взять для себя что-то новое, и прийти учиться в Школу Арка, в множество других киношкол. Да, друзья, июль, август у нас как раз полным ходом будут идти всякие дни открытых дверей, мастер-классы, следите за нашими новостями. И подписывайтесь на социальные сети Школы Арка, потому что именно оттуда мы узнали, что эксперимент Маслова, завершающий, скажем так, акт пройдет у вас в киношколе. Спасибо огромное за это мероприятие, потому что это было очень круто. Спасибо, спасибо за интервью. Спасибо, до встречи.